К другим новостям. Паника на поселке Котовского. Вчера вечером одесситы массово обращались в аварийную службу с заявлениями об утечке газа. По словам специалистов, все дело в большой концентрации специального вещества, которое добавляют в голубое топливо. Мои коллеги поехали в микрорайон, чтобы пообщаться с жителями о происходящем в понедельник вечером. В службу спасения звонки начали поступать после шести часов вечера. Люди жаловались на неисправности в газовой системе и резкий запах. Моя мама почувствовала запах газа еще до этого, как полиция приехала и открыла парадную на проветривание. Потом она позвонила в газовую службу, они два часа не приезжали, а потом уже приехали под самый вечер. Мы сначала испугались, начали выносить нам документы и всякое такое. Около восьми часов мы почувствовали в тамбуре. Решили проветрить, посмотреть. Опять запах. Начали звонить, никто не отвечал. Потом уже дочка прочитала в интернете, что это по поселку вот такая ерунда. Говорили выходить из дома, из домов с документами. И мы так все испугались, мы думали, что взорвемся. Там очень воняло, вот первый день только сильно в парадной воняло. По словам людей, часто дозвониться в спасательную службу было просто невозможно. А если кто-то и брал трубку на другом конце провода, ничем помочь не могли. По словам специалистов, сильный запах вызван превышением концентрации специального вещества, который добавляют в газ, а также нарушением работы системы подачи голубого топлива. Газ поступает через некоторые точки, которые называются ГРС. В этих точках существует станции по адресации газа. Они работают круглосуточно, день и ночь. Она рассчитана, сколько газа проходит через эту трубу. Вот столько туда капелек этого этилмеркаптана добавляется. Возможные причины могут быть неправильная работа какой-то адресационной станции. Как выяснилось после проверки, каких-либо серьезных утечек газа на поселке Котовского за это время не было. Все обстоятельства выясняются.